В эфире телекомпания «Город», программа «7 минут» и в гостях у нас сегодня Гусева Татьяна Васильевна, президент Рязанской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Вот уже больше года в нашем городе действует программа социальной поддержки населения «Забота». Вот расскажите нам, пожалуйста, хотя бы вкратце, что это за программа, какие слои населения у нее входят и в чем она заключается. Ну, «Забота» – это исключительно изобретение местное. Более того, скажем, оно, немножко мы его посмотрели с главой администрации Виталием Евгеньевичем Артемовым, мы его подсмотрели в Химках, в подмосковном городе Химки, где она реализуется, только у них по-другому называется, программа «Ветеран», где уже 8 лет действует эта программа. И действует она по инициативе, конечно, жителей Химок и при поддержке администрации города. И вот буквально полтора года назад мы ее увидели в действии, нам понравилось, и мы решили, что в нашем городе тоже необходимо такую программу запустить. Хотя ресурс у нас, бюджетный, я имею в виду ресурс, значительно меньший, чем, например, в Подмосковье. Но, как сказать, собрались силами, значит, собрали магазины, собрали поставщиков, и 1 октября мы запустили, прошлого года, естественно, мы запустили эту программу, и теперь она получила достаточно большое распространение в городе. На сегодняшний день 16 льготных категорий граждан, практически все категории мы охватили. Это 73 600 человек только в городе Рязани, и 17 тысяч человек в Рыбновском, Шиловском и в Рязанском районе пользуются социальной картой «Забота», которая позволяет купить продукцию на 20% дешевле, чем в розничном магазине, и дешевле, чем в сетевых магазинах. Ну, я не буду их перечислять, их у нас очень много в сетевых магазинах. А также воспользоваться услугами наших парикмахерских, значит, которые у нас более 20 парикмахерских в городе действуют. Они договорились о льготной цене обслуживания владельцев карты «Заботы», 100 рублей строит стрижка для женщин, мужчин и детей. Также отелье, значит, также вступил в программу «Орткомфорт», а совсем недавно вступили в программу еще сеть хозяйственных магазинов, 36 магазинов и сеть магазинов «Галактика», которые тоже практически по оптовым ценам, даже на ниже, вот ограниченный, правда, перечень продукции, которые мы пользуемся, реализуются. Значит, поэтому я считаю, что мы совершенствуем эту программу, работаем над ней. И, значит, обратите внимание, на каждой карточке программы «Есть телефон горячей линии» мы на прямой связи с нашими потребителями. И по каждому случаю специально разбираемся. Вот, кстати, насчет «горячей линии», насчет «разбираемся». Вот многие жалуются, что постоянно с карточками возникают какие-то технические проблемы. Ну, это не то, что постоянно с карточками, у нас с бытовой техникой тоже возникают определенные проблемы. То есть мы старались, когда мы пускали программу, сделать ее максимально доступной, максимально прозрачной, чтобы вот все было без обмана, чтобы мы видели, какие итоги могли анализировать, наращивать. Вот, но, значит, так как мы работаем, значит, с автоматизированными магазинами, это, кстати, является небольшим препятствием по вхождению в программу магазинов, но их уже сейчас 50, подчеркиваю, 50, а не 14, как было год назад. Значит, то есть, значит, мы работаем с провайдером, который федеральный, а у них тоже бывают аварийные случаи, бывают отключения. И вот когда человек предъявляет карточку в магазине, так как все-таки лимитирован состав продуктов, да, то, значит, через кассу, то есть продавец практически не может вмешаться в этот магазин, не может вмешаться в этот процесс. То есть автоматически идет, значит, наступает сигнал на наш сервер. Сервер выдают в зависимости от количества продукции назад сигнал. Вот, но в этом участвуют, я говорю, и федеральные сети, вот, и, пардон, энергетики участвуют. То есть очень много, почему-то, участников, но почему-то все думают, что виноват, конечно, организатор программы. Мы с этим делом пытаемся бороться. Во-первых, я говорю еще раз, жители Рязани попрошу обратить на телефон внимание. Вот, мы сейчас с фирмой Промикс, которая занимается автоматизацией, работаем в том направлении, чтобы вот дни профилактики или даже временное отключение вот этих провайдеров не влияли на покупку конкретного человека, чтобы кассы работали как накопители, значит, на период вот такой аварийный, скажем. Вот, человек взял, купил, получил скидку, ушел. А, значит, потом, после этой ситуации уже эти накопить кассы, они передают, значит, всю информацию на сервер. И, значит, без этого просто вот эта программа была бы, ну, как сказать, она бы сошла на нет, потому что всякие были бы ухищрения со всех сторон, вот, и мы бы не знали истинной ситуации. Сейчас мы ее знаем. Поэтому, а работать, работаем над автоматизацией, над совершенствованием программы. Ну, вот, наверное, когда у человека, он стоит на кассе, да, и, получается, у него какие-то проблемы с этой карточкой, ну, наверное, в первую очередь он обвиняет продавца, кассира, хозяина магазина, кого угодно, да. То рядом. То есть как вот с этим быть? То есть они не виноваты у нас никогда? Ну, нет, ну, как сказать, меньше всего. Или они могут тоже как-то на это повлиять? Да, нет, могут повлиять. Мы вот проводили в одном магазине проверку, выяснили, что продавцы не заинтересованы, чтобы работали кассовые аппараты, значит, в таком режиме, в котором вот сейчас они у нас, и скидка была бы такой прозрачной. Вот, иногда, пардон, кассовые аппараты, то есть, ну, человек, конечно, он, он, как сказать, владелец техники, отключаются кассовые аппараты умышленно, но это крайне редко происходит, что умышленно. И продавцы вот несколько в свою пользу работают, то есть владелец магазина не знает, сколько людей обслужили, а работают в темную. Но в основном, конечно, у нас бывают дни профилактики, но это раз в месяц, и магазины обязательно надо следить за объявлениями, за несколько дней вывешивают объявление, что вот в такой-то день будет профилактика. Она, как правило, длится часа 4-5, это профилактика, значит, системы, сетей, в это время действительно программа не работает. Значит, ну, плюс бывают аварийные ситуации. Ну, вот я говорю, боремся с этим. В основном-то, так сказать, магазины-то не виноваты, виноваты дальше, виноваты дальше, как только посетевики, когда идет по сетям. Вот, ну, что делать? У нас несовершенно, к сожалению, техника бывает отказывает. Ну, надо как-то терпение проявлять или позвонить, мы сразу же, если к нам поступает звонок, мы тут же связываемся с магазином, в чем дело, сразу выясняем. И люди, вы не стесняйтесь оставлять своих координатов, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, кто жаловался, и сообщаем, какой результат вот по нашей, это самое, и очень оперативно реагируем, кстати. То есть свои права надо отстаивать? Да, конечно, надо отставить свои права, и, ну, бывает так, конечно, я понимаю, пожилое население, которое, в общем-то, как сказать, не совсем, ну, физически в хорошей форме, конечно, очень обидно, если приходишь и не работает. Вот, ну, ну, что ж, бывает, как сказать, надо проявлять терпение и, в смысле, читать объявления еще. Ну, кстати, вот не всегда вывешивают объявления про профилактику, потому что многие жалуются. Так, вот если бы поступил звонок к нам, то сразу бы ситуация была бы исправлена, была бы исправлена. И, говорю, и сейчас мы, населению будет очень удобно работать, когда вот мы в режиме декабрь идет апробация вот этой системы, как накопительный, то есть касса будет накапливать, вот, когда в режиме аварийном происходит работа. То есть, чтобы не на покупателях это не отражалось, наши технические сложности. Поэтому, я думаю, в январе вот эта система уже заработает после новогодних, наверное, праздников. Она заработает, наверное, во всех магазинах. Вот, ну, к сожалению, у нас вот техника, она подводит часто. Насколько длительная эта программа? Я думаю, она бессрочна. То есть, мы, когда принимали решение с администрацией, мы понимали, насколько это ответственно. Я вот всем говорю, что назад дороги нет. Программа чисто экономическая, направлена, она в интересах граждан создана. Поэтому ответственности, мы считаем, очень большая. Поэтому бессрочна. И она не связана ни с какой политикой, в общем-то. Ну что ж, Татьяна, сильно спасибо вам огромное за заботу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Гусева Антатьяна Васильевна, президент Рязанской торгово-промышленной палаты. Продолжение следует...